В 1405 году, спасти за 100 лет до того, как его подкрыл Америку, один из величайших флотилей, например, покинул порт. Она приняла с командой обмирал Джон Хо. Его флот был мощнее и больше всех флотов в Европе вместе взятых. Он был отправлен к приказу императора Китая, величайшего правительства его времени. Он пошел полмира. Задолго до того, как европейцы начали исследовать планету, Китайцы сделали величайшее открытие всех времен, где посетители Индийский, Океан, Арабские страны и Африка. Каковы были задачи моряклавателей? Как они плавали в этих водах? И каковы были задачи Армады? Это был войска, который боролся с трудностями и опасностями, но это было также речным обнаружением и полным сюрпризом. Сегодня, после шести веков изоляции, Китай снова смотрит в внешний мир. Также Китай обновляет свои знания о своем прошлом. Великий флот 1405 года хорошо впитывается в картину современного Китая. Исследователи интересуются тем, сколько мы знаем о флоте. История Имперского флота начинается в 1402 году. Наследник первого императора династии Ми вырезал всех своих врагов, кроме одного принца Джуди. Джуди в тайне собрал армию. Гражданская война началась 13 июня 1402 года. Повстанция захватили непрактически разрушенный императорский дворец Манкинин. Принц Джуди вышел победителем. Он хотел восстановить среднее царство во всей его красоте. Как он принял императорское имя Юла, вечное наслаждение. Но Юла должен был утвердиться на травме. У него была права, у него была власть, но не было права. И он открыл мечтающие проекты, чтобы закрепить свою власть. Во время его правления Великая Стена Вода, строенная на 400 километров, для защиты империи от монголов севера. Для защиты империи от монголов в севере. Он передвинул столицу в Пекин. И построил гигантский торцевый комплекс, запретный город. Он приказал собрать все знания Китая. Тысячи ученых трудились для того, чтобы создать энциклопедию в 11 000 томов. Один из величайших сборников знаний, когда-либо осознанных человечеством. Но Ют Ло также хотел получить новые знания. В 1403 году он приказал начать проект небывалой в истории Китая. Создание гигантского морского флота. Для раннего 15 века техника была сложнейшей. По флоте должны были быть сотни кораблей, которые были расширены знания Китая и мира. Император назначил главным Ян Хо. Ян Хо был первым человеком, возглавлявшим такой высокий институт. Во время гражданской войны он был главным советником императора. Но каким образом он мог построить такую армаду? В 2003 году, ровно через 600 лет после издания указанного строительства флота, археологи исследовали флоту. Зачем были такие водоемы? Чтобы выяснить, они устроили здесь раскопки. Мы работали над этим проектом с августа 2003 до 2004. Проект продолжился больше года. Сперва мы откачали воду, затем очистили дно. И когда мы очистили дно, мы нашли 34 основных субтитров из дерева. Они были выполнены в форме квадратов, прямоугольников, треугольников. Все выглядели по-разному. 34 из них были положены с востока на запад. Мы не знали, зачем они нужны и что это такое. Теперь мы знаем, что это были платформы для субтитрова строения. Те остатки сухого дока. В Китае строили сухие доки с 1070 года. В Европе их не было до 1485 года. И даже потом, сотни лет прошли, до двух технологий было отработано. Это огромные доки, слишком большие для строительства нормальных кораблей. Археологи уверены, что этот док был построен для строительства гигантских кораблей, таких как армада. Предметы, найденные, позволили раскрыть методы строительства. Все инструменты, одновременно слабые на рынке, в одном месте. Работа была специализирована и высокорганизована. Специальные отметки, нацарапанные на предметах, дают понять, что это собственность императора. 600 лет назад, на этом доке, ушла самая значительная работа в Китае, после строительства Великой Стены. Торговцы приходили со всех сторон Китая. В работе участвовало более 20 тысяч работников. Воспоряжении Яна Хоу было все научное знание во времени, но он должен был построить первые 60 джонок в рекордное время, всего два года. И император хотел, чтобы они были куда больше нормальных океанских кораблей. Так что Яна Хоу разработал новый тип корабля. Он сочетал с собой плоскодонную донку с большой вместительностью в океанское судно для бурных морей. У него был второй киль. Как же строили все эти корабли в сухом доке? Как эти корабли строили в сухом доке? Расположение платформ говорит нам о том, как их строили. С востока на запад мы можем сказать, что корабли строительства с востока на запад. И с юга на север, как считают некоторые эксперты. Если бы корабли строили с востока на запад, это значит, что 400-метровая лагуна могла позволить строить огромные корабли. Исторические источники говорят о джонках длиной более 120 метров. Но остальные испытания для кораблей строителей, поскольку корабли должны были быть управляемыми и стабильными. Деревянные джонки не так крепкие, как остальные корабли. Слишком ли это много? Может ли джонка быть 120 метров? Смог бы такой корабль вынести в шторм в океане? Находка в Худжане позволяет найти ответы на эти вопросы. В 70-х годах была найдена джонка 13-го века. Выяснилось, что навыки китайцев кораблестроения уже были высоки, в то время, когда был построен город. У лодки были перегородки. Это мусуан. Это с Сунг Дэнда. Выяснилось, что эти корабли были маленькие корабли, но владея в конце концов. Но членджо, это с хай-суан, на хай-суан. Судя по её дизайну. Татя цунг, тоже с собой. Джон Кэй-суан была плоскодонной. Её квадратной бушкой. Судя по кругу и 24 метров. Вы ожидали, что она была широкая, но она была 10 метров шириной. И её распорки служили ограничителями. Перегородки также дали боту плоскодонные бушкой. Достойное изобретение, позволяю изолировать заполненные воды отсеки. В 13 веке китайцы владели современными технологиями строительства кораблей.